Всем привет! Всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал. Всем привет из Германии. Сейчас у нас раннее-раннее утро, 8 утра, 8.15, если уж быть точно, 8.15. Отвезла я Софийку в детский сад. И сейчас хочу вам рассказать, вчера они, оказывается, в детском саду рисовали вот эти вот картинки, дом. Ну, в общем, им надо было нарисовать семью, их семью, а потом они клеили так из палочек, как фигуру дома, и туда вставляли вот эту свою картину. То есть сами мастерили рамочку и картиночку. Ну, я сразу узнала рисунок Софии, там они их повесили, работы детей, я сразу ее рисунок узнала, как она именно люди, ну, человечков рисует. Я здесь вам ставлю картинку. Не обращайте на мою внешность, да, вот делайте мне скидку, что сейчас раннее утро. И там три персоны, то есть там три человечка. Я говорю, доча, говорю, а кто это три человечка? Она говорит, ну, мама, папа и Николета. Николета моя подруга. Я говорю, хорошо. Я говорю, а где Данилка и ты, говорю, мы же, говорю, от нас семья. Я говорю, где вы-то? Она говорит, ну, Данилка в твоем животе, я в папином животе. И вот, Николета, вот все мы вместе, наша семья, наша фамилия. Это так смешно у меня стало. Хотя мы не так в последнее время часто встречаемся с моей подругой. И она не так давно ее уже не видела. И вот она как-то вот ее приписала к члену семьи. Это так приятно. Сейчас обязательно ей тоже напишу. Ей будет приятно. Она очень любит Софию, моя подруга. Каждый праздник не обходится без подарка для нее, с ее стороны. Вообще, она очень любит Софию. Ей будет очень приятно вот это узнать. Пошли эту картинку, я сфоткала. А еще, знаете, когда я сегодня везла Софию в детский сад, я обратила внимание, точнее, я видела и София видела, на многих машинах снег. У нас тут сразу, да, горы. И некоторые дома уже чуть-чуть выше горам. И, видимо, снег выпал. Прямо у многих машин навстречу. Прямо приличный слой снега. Даже сейчас покажу, около дома одна машина такая стоит. Посмотрите, какой слой снега на этой машине. Вот на соседних нет. А эта, видимо, спустилась с гор, где-то выше живут. И прям вот такой приличный слой снега на машине. И вот в дороге тоже сегодня, когда я везла Софию, прям приличный слой снег на каждой машине. Надеюсь, к нам не спустится снег. Если честно, уже хочется весны. У нас завтрак. Данилка, скажи всем привет. Скажи всем привет. Данил. Кака, да. А привет ты скажешь? Скажи всем привет. Пока. Софийку мы проводили в садик. А сейчас Данилка сидит вот завтракой. У него приличная каша с молоком, с мастичком. Вкусно. Вкусно тебе, сына? Да. Слушайте, а знаете, почему я вот так вот все снимаю, когда Данил кушает? Я наслаждаюсь. Я наслаждаюсь. Облежи пальчик. Потому что Софийка у нас плохой едок, а Данил лучше, чем София. Я прям наслаждаюсь. Для меня это вот удовольствие смотреть, как дети кушают. А знаете, у других блогеров, которые тоже дети хорошо кушают, я специально даже для Софии всегда включала. Я говорю, смотри, как ребенок кушает. Говорю, смотри, беби, как хорошо кушает. Вот давай ты тоже так будешь кушать. Да, мама, да, мама. И все равно сидит, три часа копается в своей тарелке. Три года. Вода там идет, да. Кушай аккуратней. Все, с добрым утром. Я уже давно проснулась, ну, валяла в своей кроватьке. И знаете, у нас сегодня такой с утра, прямо с раннего утра, дождь, прямо тот ливень, прямо стеной стоит. И погода такая пасмурная. А сейчас вот уже дождь идет с хлопьями снега. Давайте я вам покажу. Давайте я на улицу выходить не буду. Через окошко я вам покажу. Смотрите, сколько снега. Вот где-то высотой метр точно было. Что наверху вот земляну, что вот здесь. И вот за несколько дней прям все это роса. А вот сегодняшняя дождь, дождь, ливнем, который вообще побил снег, вообще везде вода, везде, можно сказать, как к слову, по колено. Я, знаете, сейчас данный момент за что переживаю? Сейчас вся земля открывается. Смотрите, у меня там гортензия. Я вам летом же показываю свою красоту. И осенью еще посадила. Если сейчас земля открыта будет, и если заморозки пойдут, я прямо переживаю, чтобы не замерзнуть. В моей гортензии, что я осенью переживала, что сейчас. Смотрите, каким хлопьями, прямо хлопьями снег пошел. А сейчас снег, да. Ой, дождь со стеной стоял. Но сейчас и дождь, и снегом. Но погода вообще непонятная. Это ранняя весна. Что сейчас, 13 марта, если вся земля откроется, и резко заморозки, мне кажется, кладовые деревья, деревья, гортензии, цветы, которые многолепки, может пропасть от заморозков. Напишите в комментариях, может, я зря переживаю. Понаблюдали за погодой, а теперь надо готовить завтрак. Я шампиньоны взяла. Сейчас буду завтрак готовить вкусненький. Кстати, я вот шампиньоны не мою. Если они чистые, я только вот так чищу кожуру. Да, кожуру же правильно. Мне кажется, больше вкус сохраняется, просто если чистишь. А когда моешь, мне кажется, запах грибов как бы смывается. А лучше вот так почистить и все. Ну, конечно же, когда я покупаю, более упаковки смотрю, чтобы они чистые были. Сейчас будем завтрак вкусно готовить. Все, почистили. А теперь вот так пошинкуем их. Как хотите. Полугруглыми. Ну, я вот так. И не мелко, и не крупно. Здесь я еще чуть-чуть нарезала лучка и шампиньоны. Сейчас, видите, сухая сковородка. Будем жарить. Ну, конечно, чуть-чуть. Не жарим. Немного. Слегка, чтобы из грибов вода ушла. Вот такой гоголь-моголь сделал из яиц. Добавила перец и соль. Сейчас вот сюда такой вкусняшки к грибам. Вот такой вкусный завтрак получается. Здесь уже готовится настина порция. Тоже так же шампиньоны, яйца. Здесь моя порция ждет уже тарелочка. А тем не временем я заварила чай. Здесь у меня перемешана заварка. Здесь иван-чай, травы, черный чай. Вот так перемешала. И вот так завариваю. Такой вкусняшки чай получается. Сегодня у нас не кофе, а чай. Иван-чай вообще очень полезный чай. Кто с нами сейчас завтракать, будет трав здесь. Всем вам приятного аппетита. И, конечно, жена. У родителей я всегда ем вкусные огурцы такие. Они всегда говорят, что из русского магазина. Но вот я их почему-то не вижу. Какие-то она говорит, хрустики написано. Такие вкусные всегда. Она на стол выкладывает. Что, доча? Тут соки, ты, 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 сай. Ну давай, это, найди мне эти, как его, огурчики, хрустики. Нашла я. Знаете, почему я никогда их не находила? Потому что слово хрустики написано иностранными буквами. А я всегда... А, нет, и на русском есть. Ну, в общем, я их нашла. Сейчас надо взять семечки. Мы обычно всегда берем на крылечки. Их нету. Я думала, ладно, возьму вот эти вот от Мартина. Смотрите, какая цена. 6,75. О, да, капец какой-то. 6,75. 6,75, как папа любит. Вот как папа любит. Да, но их, видишь, нету. Да, там нарисовано, как папа любит, но их нету на крылечке. На крылечке вон 3,79 стоит. Возьму тогда карпайские. Не знаю, не готова я с 6,75 платить за семечки, блин. Карпайские 250 грамм. Даже если две упаковки берете, у вас это обойдет за 4,50. А это 500 грамм, 6,75. А вообще я приехала, потому что у меня дома закончились крупы. Гречка, пшено, все, закончилось. Хоть и говорят, что в немецком магазине есть гречка, но там она зеленая. Мне на лаку не нравится. Вот, не знаю. Две штуки возьмем, штуки. Еще одну положи. Не знаю, вот мне не нравится зеленая гречка. Хоть убейте, хоть прибейте. Мне нравится. 3,09. С каждым разом все дороже, дороже. Ходим, ходим мы по рядам, знаете. И София мне спрашивает. Мама, а почему в этом магазине людей нет? Знаете, мне действительно даже ответить нечего. О, давай с ушки возьмем, да. Давай возьмем. Вот эти возьми, вот эти вкусные. Нет, которые на ниточке. Давай их положу. Это другие, Аленка, дочь. На кассе мы возьмем твои любимые Аленки. А вот эти вот, подожди, где эти? Персик. Вот это, ну это не то. Ну ладно, ихди давай, 5 набери. 5. Угу. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Все. Так. Я обожаю конфеты, когда сливы или папа-пеликос в шоколаде. И обычно всегда был такой большой выбор. Сейчас нету, к сожалению. Что, доча? Не забуду, не забуду тебя, Аленку. Только, говорит, не забудь, мама, на кассе. Тут только два вида осталось. Вот это вот слива и вот этот абрикос. А от других марок вообще нету выбора. А вот это еще какая-то. Давай я тебе пару штук возьмем. А вообще я обожаю птичье молоко. Вот с наших времен вот такое вот. Но оно уже далеко не вкусно, как с моего детства. Либо просто в детстве мне казалось это вкуснее, либо это испортилось качество. Но недавно я в Рейве вот такое покупала. Это польское. Кстати, вкусно. Тоже, опять же, невкусно, как с детства, но вкуснее. Вкуснее, чем вот это. Мне кажется, в Рейве я дешевле взяла. Дешевле стоила, чем 4,39. Сейчас могу ошибаться. Но вот это я брала. Очень вкусно. Что ты там, Эджи, делаешь? Колбасу? Зачем там такая большая колбаса? Папи. Папи. Ой, опять заботушка включилась. Папи. Для папи? Да, папи. Ну, давай возьмем для папи. Нет, нет, все, хватит. А, ну, вареное? Ну, давай, давай. Он еще вареную такую любит. Докторскую. Ну, давай. Заботушка какая доча. И еще майонез я хотела взять. Майонез с Провансайл от Махеев. Мы берем. И сырки здесь должны быть. А, вот эти сырки вообще очень любят Софика. Которые с шоколадным. Вот с темным шоколадом. Да, 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 беру. Когда тетика попасть, в машине. В машине? Хорошо. Когда только заплатим, да? Угу. Ой, прости, дочь. Так, с картошкой. С картошкой возьмем. Осторожно, закрываю. А это королева уже сидит и ест. Вон свой сырочек. Вкусно? Нравится тебе? Да. Все мы маленькие голубые палочки купили. Но это дома. Да. Это не в машине. Это дома. Да? Да все голубые палочки маленькие. Сосыплюсь здесь. В машине голубые палочки вся будет. На себя будет она грязная потом, машина, да? Лучше это. Не надо мусорить в машине, да? Это некрасиво. Да. Когда машина грязная. Да. И дома некрасиво, когда дома грязно. Поэтому надо все аккуратно делать, да, доча? Или убирать, если где-то грязь сразу осыпалась. Если все машины тиснет, что у нас грязная здесь? У всех чистая, а у нас грязная будет, да? Это вообще нехорошо. Да-да. После завтрака я сегодня себе слово дала, что сяду за вязанье. Да-да, за вязанье вяжу варежки для себя любимой. Да-да, зима закончилась уже здесь, весна, все, я для себя вяжу в варежки. Почти два месяца назад я была в деревне в гостях у мамы. Я даже вам показывала. И мама быстренько мне спрела белый пух. И говорит мне, казан, говорит, у тебя белые варежки, да, внешние уже. Говорит, все уже, уже старые, старые. Говорит, давай, говорит, обновим. Пока, говорит, я в своих силах сама, говорит, приду, пока все сама делаю. Говорит, давай, говорит, я тебе вот спрела. Я, говорит, все тебе изготовил, но сама, говорит, свежи. Я говорю, ладно, ладно, Анякаем. Ну, я приехала и положила пух. И так и забыл, потому что же варежки есть, руки греть-то. Если не было, сразу бы связала. А здесь на днях поехали в деревню в гости вот. И Аникаем мне говорит, Казым, ты, говорит, связала варежки, пух-то хватило. Эх, мне стыдно стало. Честно скажу, так стыдно стало, когда мама Аникаем спросила. Говорю, Аникаем нету. Я еще, говорю, не связала. Как, говорит, не связала? Говорит, так, что вы, говорю, варежки еще есть. Говорит, другие дела. Я, говорит, знаю, что ты, если сядешь за один день или за два дня, сразу же свяжешь эти варежки. И ты, говорит, да, говорит, моль си езгать, потом свяжешь. Мне так стыдно, честно стало. Я думаю про себя, потом, говорит, поеду и сразу возьму и свяжу. Вот, видите, сразу тоже не получилось, уже почти в неделю уже прошла. Вот, но сегодня слово дало, что сяду вязать. Ага, здесь я. Ну, целый день на стуле я не могу сидеть, потому что я посижу, опять, ходячим ходом что-то дела делаю. Потому что мне своим позвоночником целый день, если я сяду, как говорится, фиг станешь. Вот так скажу уже. Вот, и здесь я отвлеклась на другое дело. И вот, да, оставила дело, потому что вижу в своей комнате, чтобы не в гостиной, чтобы по всей комнате не разлеталось, только у нас, в нашей комнате. И здесь осталась Аминочка, зашла в нашу комнату. Помогла Бикоина с этой варежки. Хотела, видимо, помочь вязать. Она как все тук-тук. Я уже распустила, видите. Моя помощница хотела помочь Абикоина, чтобы быстрее закончилось. Ну вот, сколько уже связала, видите. Узор рис. Вот такие пуховые варежки я сегодня вижу, занятая этим делом. Ну, я не знаю, сегодня закончу или нет. Но видно, не сегодня, не завтра. Никто мне не поставил прямо план, чтобы мне сегодня закончить. Правильно? Уже вечер. Солнышко уже спать ложится уже. Вот, давайте я вам покажу, сколько же я сегодня связала. Вот моя варежка. Ну, пальчика нет еще, конечно же. Давайте поближе покажу. Смотрите вот. И вот вторая уже, сколько связано. Мама права. Говорит, если ты сядешь и за один день свяжешь. Ну, на сегодня все хватит. Давайте-ка и на завтра оставим. Моя помощница качает Данилку. И дома помогает. И шпиль пляться помогает, да? Везде мне помогаешь, да, доча? Какая ты у меня помощница. Какая ты у меня молодец. Что такое? А этому принципиально не нравится, почему это не мама делает. Что? Аккуратнее, доча, чтобы тебя не ударила качеля. Что-нибудь да придумаю, да? Что-нибудь да придумает. Аккуратнее, доча, доча, доча. Аккуратнее, доча, доча. Аккуратнее, доча. Ага, ага. Вот так вот, да? Ну, что такое? Аккуратнее, доча. Что-нибудь да придумает. Ай-яй-яй. Всегда забываем вам показать Что у нас на ужин Либо на обед Завтраки иногда показываю вам А потом уже все Давайте сегодня покажу Пока не забыла Потому что всегда накладываю Съедаем и все Сегодня у нас картошка Куриные шницели сделала И салатик вот такой вот Здесь помидорка В общем-то огурец И сметана с луком Вот такой вот у нас сегодня ужин А это у меня оторвал Данилка Своего малого у меня еще оторвал Дай говорить маме Угу Вышла в магазин за творогом И прохожу мимо магазина усадьбы Смотрю и наблюдаю И наслаждаюсь за красотой Какую витрину красоту сделали Весеннее Смотрите, как красиво Какие девочки все-таки молодцы Молодцы, такая красота А зимние, какая волшебная была Витрина, красота И здесь Вот еду и любуюсь И вам хочу поделиться этой красотой Смотрите, как шикарно Как красиво Даже розочки, береза Клокольчики Инструменты Молодцы Смотрите, с какой радостью мне помогает Данил Стирку таскает Стиральную машину Я говорю Носи стиральную машину Стирку Он прям так с радостью мне помогает Ему нравится Ему нравится, что я обратилась И мы решили быстренько собрать мозаику Сейчас мы собираем картину Точнее, хотим собрать вот эту Где 48 деталей А вот эти вот тоже мы собрали Где 48 деталей Вот такие вот Три мозаички Они любят свинку Пеппу Почему-то я не могу найти ценник Но я знаю 8,99 стоило Наверное, на пленке было наклеено Наверное, упаковка была в пленочке Пеппа Пеппа, да, сына Пеппа Пеппа Свинка Пеппа, да, сына? Да Пеппа Да Пеппа 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 Давай делать, дочь И потом спать идти, да? Ну, делай со мной Ну, делаю, конечно Пеппа Знаете, что самое интересное? Тут вот 10 пазлов В одной упаковке Я думала, каждый пазл Будет рассортирован в пакетике Но нет Все запчасти Были в одном огромном пакете Просто у них Обложка Как это? Рубашка Рубашка вроде называется, да? Рубашка отличается У кого-то там треугольник Ну, вот, например Волна Крестики Полосочки То есть вы смотрите Какую картину хотите собирать Смотрите А у этой картинки Должны быть все треугольники И вот вы Как бы вылавливаешь все треугольники И потом собираешь Из этого картину Если честно Это самый долгий процесс Может иногда даже дотянуться До полчаса Вот Наберешь, например, 45 И вот три Вот никак не найдешь Уже и так смотришь И так смотришь И никак нигде не найдешь Может Во всех так Не знаю Но нет Что? Ну, залезай Залезай Ты же умеешь залезать? Что ты мамкаешь? Залезай Вот Молодец Сразу, наверное, скажем вам всем Пока-пока Спокойной ночи Спокойной ночи Скажи пока, сына Скажи всем пока-пока Пока-пока Не надо Сразу, сразу, сразу